МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Раскрыта крупная кража из гомельского магазина велосипедов. Ловили рыбу, а поймали штрафы. Сотрудники природоохраны выявили группу браконьеров. А также работы сотрудников полка патрульно-постовой службы милиции, ночное дежурство, профилактика хулиганств и задержание нарушителей общественного порядка. Свежая марихуана от овощеводолюбителя. На одной из дач в Реческом районе оперативники задержали так называемого наркофермера. На своем приусадебном участке 26-летний гомельчанин выращивал коноплю. К делу молодой агроном подошел с особой тщательностью. Теплицу накрыл специальным материалом, организовал систему полива, рыхлил и удобрял почву. Вовремя обрезал верхушки и листья растения. Собранный урожай сушил в доме на чердаке. Там же готовил продукт для дальнейшей реализации. Соблюдал все меры конспирации, но оказался слишком самонадеянным. Правоохранители изъяли у наркофермера 800 граммов готовой марихуаны и еще 20 килограммов конопли. Молодой человек рискует оказаться за решеткой сроком на 15 лет. В отношении 26-летнего местного жителя было возбуждено уголовное дело по статье 328, части 3 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Незаконное выращивание наркосодержащего растения и превращение его в марихуану. По данным следственных органов и оперативных работников, есть сведения о том, что он также и сбывал данные растения и марихуану. В Гомеле задержали группу преступников, которые на протяжении полугода совершали кражи из магазинов индивидуальных предпринимателей. На дело джентльмены удачи ходили только по ночам, а кражи тщательно готовили. Помогал ворам богатый криминальный опыт и знания, приобретенные в местах не столь отдаленных. Именно этой группировке сотрудники уголовного розыска приписывают нашумевшую кражу из магазина велосипедов на улице Интернациональной областного центра. О том, кому еще успели насолить злоумышленники, сюжет наших корреспондентов. В начале лета этого года по оперативным сводкам милиции прошла информация о крупной краже велосипедов из частного магазина. Под покровом ночи путем подбора ключей и использования монтировки воры вскрыли входную дверь павильона и похитили из него порядка 25 велосипедов премиум-класса. До предела набили товаром микроавтобус и скрылись в неизвестном направлении. Спустя время джентльмены удачи совершили еще несколько краж. Проникали только в те торговые объекты, которые не охранялись сигнализацией. Кража товаров из магазина рыболовных снастей на улице Гагарина стала последней ночной вылазкой злоумышленников. И то только потому, что они совершенно потеряли страх, решив, что смогут этот магазин обворовать дважды. Товара там было похищено очень много. Работали неспокойно, не боясь. Можно сказать, что в магазинах ходились практически два часа. Выбирали, что подороже стоит, чтобы не брать дешевые вещи. А потом, когда все это погрузили в автомобиль, они были задержаны. Группа злоумышленников, в состав которой входили преимущественно рецидивисты, пощекотало нервы немалому количеству владельцев частных магазинов Гомеля. Преступники тщательно готовились и могли изучать особенности помещений не один день. А потом за несколько минут сметали с прилавков самый ходовой и дорогой товар. Может быть, кому-то кажется, что мы живем в такое время, когда ничего не совершается. Но те, кто работает в правоохранительных структурах и каждый день читает сводки, те видят, что сколько всего совершается и сколько у нас еще работы. В группу входили три человека, двое из которых – бывшие уголовники. Начальную квалификацию получили в местах не столь отдаленных. А освободившись, стали оттачивать воровские навыки на практике. Не пробыв на свободе и года, любители наживы теперь снова вернутся в родные пенаты. Им грозит до восьми лет лишения свободы. Ловили рыбу, а поймали штрафы и проблемы с законом. В Ветковском районе сотрудники Межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира совместно с милиционерами задержали группу браконьеров, которые занимались незаконной подводной охотой на реке Бесить. В погоне за большим уловом нарушители выбрали территорию, загрязненную радионуклидами. В таких местах рыбы особенно много, но заниматься рыбалкой и подводной охотой запрещено. Улов браконьеров составил около 50 особей различных видов рыбы. Сумма вреда – порядка 10 тысяч белорусских рублей. Браконьеры рискуют понести уголовную ответственность и точно заплатят штраф. Данные граждане не имели при себе удостоверения подводных охотников, а также пропуска в зону радиоактивного загрязнения. Слегка переборщил с уловом и житель Гомеля, который накануне в Чечерском районе поймал 9 роколовками 422 рака. Мужчина пренебрег правилами рыболовства, так как за раз разрешается использовать только 3 роколовки, а общий вес улова не должен превышать 3 килограммов. Он нанес вред окружающей среде порядка 600 базовых величин. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 281. В Гомеле на улице Ветковской из обятой пламенем квартиры был спасен 53-летний житель областного центра. О пожаре сообщили соседи, которые увидели, что из окон балкона пятого этажа идет дым. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы на полу в горящей комнате был обнаружен пострадавший хозяин квартиры, мужчина 1962 года рождения. С диагнозом отравления продуктами горению его доставили в Центральную городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. В результате пожара огнем повреждена мебель. Причина возгорания устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении. Конечно, таких случаев не только на территории Гомельской области очень много. Когда человек пришел с работы, где-то выпил чуть-чуть, затем покурил, тем самым заснул. И вот такие вот случаи у нас происходят. Поэтому необходимо еще раз обратиться к гражданам – не курите, пожалуйста, в постели. Не курите в состоянии алкогольного опьянения. Вы не только свою жизнь подвергаете опасности, но и жизни ваших соседей, а также ваших близких. В Гомельской области в последнее время стали чаще встречаться в обороте фальшивые деньги. Подделывают в основном российские рубли и доллары США. Однако и евро не являются исключением. В отделение одного из банков железнодорожного района Гомеля пришел мужчина, чтобы пополнить свой валютный вклад. При приеме наличности суммой в 2850 евро две купюры по 100 евро вызвали у кассира сомнение. Следственно, оперативная группа, прибывшая по вызову, задержала мужчину до выяснения обстоятельств. А подозрительные купюры были направлены на исследование. Специалисты Государственного комитета судебных экспертиз дали однозначное заключение. Данные денежные билеты изъяты при осмотре высказанного места происшествия изготовлены с просто плоскоседной печати. То есть изготовлены на типографическом оборудовании и являются поддельными. Задержанный объяснил, что деньги ему через знакомую были переданы матерью, проживающей в настоящее время в Италии. Городским отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело. По возбужденному уголовному делу в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление источника происхождения фальшивых денежных знаков. Назначится соответствующая экспертиза, изъята компьютерная оргтехника, возможность ввести причастность к данному преступлению иных лиц. В настоящее время лица, совершившие указанное преступление, не установлены. По данным следствия, купюры с такими серийными номерами на территории Республики Беларусь не изымались. Эксперты проанализировали базу данных, но идентичных подделок не обнаружили. Не исключено, что уголовное дело о фальшивомонетничестве в отношении 35-летнего гомельчанина из-за недостаточности улик будет приостановлено. Между тем, за 8 месяцев текущего года по факту сбыта фальшивых денег было возбуждено 71 уголовное дело. В прошлом году за этот же период времени таких дел было 65, в 2014-м – 44, а в 2013-м – всего 38. Правоохранители призывают граждан быть внимательными и осуществлять валютно-обменные операции только посредством банковских учреждений. На прошлой неделе сотрудники ГАИ задержали гомельчанина, на имя которого в Российской Федерации был зарегистрирован автомобиль ВАЗ, но по Беларуси он разъезжал на престижном джипе с поддельным техпаспортом и номерными знаками от тех же «Жигулей». 21 сентября около 18 часов на улице Кожеров в Гомеле при осуществлении контроля безопасности дорожного движения сотрудники ГАИ остановили автомобиль «Джип Гранд Чироки» с российскими регистрационными номерными знаками. У инспектора вызвало подозрение свидетельство о регистрации транспортного средства, которое предъявил 34-летний гомельчанин. Водители попросили задержаться. Наши сотрудники созвонились через дежурную часть ГАИ УВД с представителями, сотрудниками госавтоинспекции Брянщины. И там была подтверждена информация о том, что на данное транспортное средство с аналогичными номерами числится автомобиль ВАЗ, принадлежащий этому же мужчине. Автомобиль вместе с водителем доставили в отдел внутренних дел администрации железнодорожного района Гомеля для дальнейшего разбирательства. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Такие совместные акции милиционеры проводят не впервые. Они планируются заранее и чаще всего осуществляются в предпраздничные и выходные дни. В каждом районе уже давно известны наиболее криминогенные места. Перед дежурством милиционерам доводится маршрут исследования, ставятся конкретные задачи и даются ориентировки. Цель мероприятия – безопасность наших граждан. То есть в вечернее время осмотр местного и большего скопления граждан. Это дворовая территория возле усилительных заведений, ночных торговых объектов, направленная прежде всего на охрану общественного порядка, связанную как и с дорожной безопасностью, то есть нахождение во дворах транспортных средств, распитие спиртных напитков в запрещенных местах, ну и непосредственно порча муниципальных зданий и так далее, жилых домов, граффити различные, а также соблюдение общественного порядка как молодежью, несовершеннолетними, взрослыми. Вечер пятницы – наиболее неспокойное время для правоохранителей. Часто приходится разгонять хмельные компании, ведь они собираются во дворах, где отдыхают пенсионеры и прогуливаются матери с детьми. Открытое употребление спиртного, обилие ненормативной лексики и аморальное поведение – негативный пример для молодежи. Нетрезвые люди часто оставляют после себя много мусора. Нередки случаи, когда между ними происходят драки. После таких сабантуев эти люди дома провоцируют семейные конфликты, которые нередко заканчиваются причинением телесных повреждений. Если распитие пива на улице ещё 10 лет назад считалось нормой и можно было насладиться этим напитком где угодно, то с 2010 года за такой проступок грозит административная ответственность. Однако не всех это волнует. Ближе к ночи градус накаляется. Под покровом темноты люди охотнее устраивают хмельные посиделки возле подъездов. Выпитый алкоголь затуманивает рассудок. По итогам мероприятия было составлено 54 административных протокола. В отношении четырёх задержанных проводится проверка по факту порчи двух автомобилей, припаркованных во дворах. На этом выпуск завершён. Вы смотрели де-факто программу о криминальных событиях и происшествиях Гомельской области. С вами был Руслан Габрилёв. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин